Время новостей на канале Хабар 24 с вами Арстан Балтин здравствуйте Стабилизировалось состояние рабочего пострадавшего на металлургическом комбинате в Тимиртау Карагандинской области Я напомню вчера там погибли при обрушении свода печи 4 огнеупорщика Пятый получил травмы, его в тяжелом состоянии доставили в больницу ЧП на комбинате специалисты называют групповым несчастным случаем со смертельным исходом Обстоятельства происшествия выясняют члены специальной комиссии заведенного главного дела Компании Арселор Миттл Тимиртау пояснили, что помощь семьям погибшим окажут согласно коллективному договору Отмечу, что это не первый несчастный случай на предприятии Арселор Миттл Тимиртау в этом году По данным областного управления инспекцией труда пострадали 6 человек, двое из них погибли В прошлом году на производствах промышленного гиганта получили травмы 42 человека, 9 со смертельным исходом В ходе проведения комплекса экстренных мероприятий при поступлении пациент был выведен из состояния шока На данный момент состояние оценивается ближе к средней степени тяжести, отмечается положительная динамика Гемодинамические показатели стабильные, артериальное давление у пациента 110,80, пульс 84 У пациента имеется сочетанное поле травмы, лечение получают в полном объеме Другим темам, берег Абдугалиулы назначен Акимом новообразованной у Латайской области Руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу с рабочим визитом посетил город Джасказган Там сегодня прошло собрание масляхатов всех уровней региона Президент выдвинул на рассмотрение две кандидатуры на должность Акима По итогам открытого голосования из 64 депутатов 51 проголосовали за кандидатуру Берека Абдугалиула Дженс Касымбек продолжит работу Акима Карагандинской области Большая задача диверсификации экономики Необходимо открыть новые предприятия, повысить инвестиционную эффективность, улучшить экологию региона Проблемы с жильем тоже ждут своего решения Все проблемные вопросы будем решать во благо народа Будем принимать комплексные меры Собрание депутатов масляхатов прошло и в Кунаеве Участники согласовали предложенную главой государства кандидатуру на должность Акима Алматинской области Им стал Марат Султангазиев Ранее он занимал должность первого вице-министра финансов Республики Казахстан В заседании участие принял премьер-министр Альхан Смаилов Канат Базумбаев указом президента Освобожден от должности Акима Алматинской области в связи с переходом на другую работу В Париже около тысячи журналистов и телезрителей пришли проститься с военным репортером, убитым в Украине, Фредериком Леклер-Имов 32-летний сотрудник телекомпании BFM TV погиб во время освещения работы гуманитарной миссии Антитеррористическая прокуратура Франции открыла расследование по факту военного преступления По информации министра иностранных дел, журналист был убит в результате бомбардировки со стороны российской армии близ севера Донецка Когда ехал в автобусе гуманитарной миссии с гражданскими лицами Фредерик Леклер-Имов стал восьмым журналистом, погибшим во время освещения войны в Украине По мнению руководства международной организации, репортеры без границ, журналисты в этих военных действиях являются целенаправленной мишенью Тогда как в соответствии с положениями конвенции, они, как представители гражданского населения, не могут быть объектами нападения Он был восьмым журналистом, убитым в Украине во время исполнения своих служебных обязанностей Это война, в которой журналисты являются преднамеренной целью Мы с начала конфликта зафиксировали не меньше 50 фактов военных преступлений против журналистов, средств массовой информации и телевизионного вещания Ставить мишенью информационную работу, гражданское исполнение свободы слова – это военное преступление Поэтому мы подали 5 жалоб в Международный уголовный суд Между тем НАТО провели в Польше учение противовоздушной обороны с боевой стрельбой Главная задача была оценить готовность реагировать на атаки самолетов, беспилотников и ракет Свои системы ПВО продемонстрировали Польша, Чехия, Словакия и Великобритания Одной из систем, используемых британским контингентом, была система StarStreak Великобритания заявила, что именно это вооружение поставило Украине в рамках военной помощи В испытании участия на Балтийском море и участие также приняли 17 стран, союзников и их партнеров НАТО В Японии резко подскочили цены на товары и продукты питания Эксперты связывают это с ростом цен на энергоносители и зерно на мировом рынке Также на инфляцию повлияло и ослабление курса национальной валюты Так, по данным Банка Японии, цены на импорт выросли почти на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года По прогнозам рост инфляции продолжится, а цены в среднем вырастут на 13% на более чем 10 тысяч видов продуктов питания В ближайшие 10 лет от СПИДа могут умереть свыше 7 миллионов человек Такой неутешительный прогноз дали в ООН Согласно новым данным ведомства, каждую неделю от ВИЧ и связанных с ним заболеваний погибает около 13 тысяч человек Только в 2020 году полтора миллиона человек заразились ВИЧ, а от причин, связанных со СПИДом, умерли 680 тысяч человек По мнению экспертов, число случаев инфицирования снижается недостаточно быстро для того, чтобы можно было положить конец пандемии к 2030 году Особенно тревожная ситуация наблюдается в странах Восточной Европы и Центральной Азии Число новых случаев ВИЧ там за последние 20 лет выросло по меньшей мере на 43%, а смертность, связанная со СПИДом, на 32% По меньшей мере 7 человек погибли в китайской провинции Гуаньси из-за сильных дождей, вызвавших оползнем Еще один житель пропал без вести Всю неделю на юге Китая сохраняются неблагоприятные погодные условия Жертвами наводнения в этом месяце стали 10 жителей провинции Хунань В общей сложности жертвами стихии стали почти 2 миллиона человек Порядка 300 тысяч покинули свои дома Повреждены около 3 тысяч домов По предварительным данным урон от стихии специалисты оценили в 600 миллионов долларов И вернемся к событиям в Казахстане Ухудшение погодных условий прогнозируют на большей части территории страны В 13 регионах объявлено штормовое предупреждение По данным КАЗ Гидромета, сильный дождь сегодня обещают на севере, западе и востоке республики В Актюбинской области возможен град Дождливо будет и в Туркестанской области В Злординской напротив сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В столице сильный ветер Сейчас в Петропавловск Там жительница с легкостью променяла городскую суматоху на жизнь за городом Ирина Фишбух почти два года назад переехала жить на дачу и занялась сельским хозяйством Женщина разводит редких и декоративных домашних птиц Живность стала настоящей гордостью хозяйки О плюсах и минусах загородной жизни узнала наш корреспондент Нургуль Ахметова Два года назад в разгар карантинных ограничений Ирина Фишбух решила кардинально изменить жизнь и переехала из благоустроенной квартиры на дачу Участок, который она приобрела, был неухоженным Пришлось приложить немало усилий, чтобы создать уютный уголок, где не только грядки, но и разного рода живность Вот здесь у меня сидят цыплята двухмесячные породы лакидантии Они когда подрастут, в полгода они начнут нести голубые яйца Еще они отличаются тем, что у них черное мясо, черная кожа и черная кость Снизу у меня сидит порода амиралкана Они несут зеленые яйца, это уже взрослые по голове Вот здесь вот шелк У них пять пальцев Они отличаются тоже черное мясо, черная кость Они несут небольшие белые яички Они не могут летать У них особенное строение пера, поэтому они такие пушистые Как котятки Мараны, лакиндази, карликовые бентамки Брама, кахинхины, павловские амиралканы И шелковые Все это породы кур, которых разводит Ирина Есть еще маньчжурские и техасские перепела А также фазаны трех разновидностей Золотые, румынские и лимонные Яркого окраса Такая прям райская птичка И они еще очень красиво щебечут Особенно вот когда у них сейчас весной начался такой брачный период Самцы такой звук интересный издают Когда ухаживают за самочками А это карликовые камерунские козы Ирина привезла их из Алматы на машине Веселая, говорит, была поездка Зато теперь они местные любимцы На эту дачу, как на экскурсию, часто приезжают семьи с детьми Здесь детвора забывают о смартфонах Когда ты играешь в телефоне, там вот ты сидишь в нем и просто глаза втельнут в телефон и все А тут много можно посмотреть куриц, там петухов, собачек, там можно козочек погладить На даче Ирина живет круглогодично Из плюсов общение с природой и натуральные продукты Овощи, зелень, чаи, все с грядки Яйца самых разных цветов и вкусов Из минусов зимой иногда заметает дороги Но это ничуть не пугает девушку Здесь время по-другому идет Мы живем сейчас так, в таком режиме нон-стоп, да, работа, много всего, там, телефоны, интернет, телевизор и так далее У меня нет телевизора, мне хватает вот того, что я вижу И общение с природой, оно как бы нас немножко останавливает и дает почувствовать жизнь Ирина ведет блог в соцсетях, рассказывает о своем хозяйстве Возвращаться в город не хочет, здесь, говорит, совсем другая жизнь 100 мест для уличной торговли предоставят предпринимателям Уральска на льготных условиях Право аренды участков от 20 до 36 квадратных метров разыграют на электронном аукционе Причем начальная стоимость лота всего 153 тысячи тенге Арендодатели обязуются поставить киоски по единому эскизу И открыть свое дело, будь то торговля, оказание услуг или производство фастфуда Несколько десятков таких киосков уже работают в областном центре Это возможность начинающим предпринимателям, можно сказать, на расширение можно Кто занимается общественным питанием, например, шаурма, кто занимается овощами Сейчас летний период Семидневная конная экспедиция от Базока до Ботая стартовала в Казахстане Своё путешествие по сакральным местам участники начали из древнего городища Базок Завершится оно в Североказахстанской области Так уже через неделю они прибудут к археологическому памятнику Ботай, который был создан первыми коневодами Таким образом, организаторы надеются популяризировать уникальные объекты и памятники истории К слову, средневековое городище Базок было обнаружено известным археологом Кемалем Акишевым Расположено оно на восточном берегу озера Бузухто, юго-западней столицы Уже в этом году на этом месте появится музей-заповедник под открытым небом Очень хорошее мероприятие, важное, которое призвано популяризировать культурное наследие И объединяет вместе два знаковых памятника в археологии Евразии Это городище Некрополь Базок и поселение Ботай В 2018 году было принято решение о создании здесь музея-заповедника под открытым небом Базок В данный момент коллектив музея-заповедника работает над визуализацией проекта, музеификацией В первую очередь будет выполнено ограждение в восточном стиле с двумя порталами Тысячи керамических изделий возрастом до тысячи лет, извлеченных из глубин индонезийских вод Изучают австралийские исследователи Они утверждают, что коллекция не похожа ни на одну другую Их точное происхождение также остается пока загадкой Керамика производилась в Китае, Вьетнаме и Таиланде И продавалась за специи, ткани и другие экзотические богатства То есть эта находка рассказывает историю глобальной торговли Некоторые эксперты называют тот период веком коммерции Артефакты были подарены известным адвокатом из Аделаиды Майклом Эбботом Королевским адвокатом, который собирал их с 1960-х годов Археологи, изучающие сейчас сокровища, планируют вернуть их домой Когда выяснят, где они находятся Говорят, что в какой-то момент, в 14-м и 15-м веках, китайская торговля была запрещена Поэтому такие страны, как Таиланд и Вьетнам, активизировались Они начали производить свою собственную керамику, сине-белую Это, конечно, были копии, чтобы попытаться заполнить рынок Нью-Йорк на три дня превратился в благоухающий сад Здесь проходит фестиваль цветов В первые часы после открытия инсталляции собрали толпы людей Работы снимали на видео и фото На создание таких необычных композиций у дизайнеров ушло свыше миллиона живых цветов Отмечу, что организаторы уже знают, что делать со всеми растениями после мероприятия Их решено собрать и отправить на переработку А после используют в качестве удобрений в местных теплицах Цветы обладают уникальной способностью поднимать настроение, украшать, преображать все вокруг Мы надеемся, что, побывав в этом оазисе, люди станут счастливее хотя бы на время и забудут о своих проблемах К этой минуте все Спасибо, что были с нами До встречи Субтитры делал DimaTorzok